Мама Сэй, Мама Сэн, Ма-ма-ку-са. Приветствую тебя словами мира, словами хип-хопа, я Сэм, и прямо сейчас мы с тобой познакомимся с одним из самых значимых фигур русского хип-хопа, да, это Оксимирон Пошумим. Мне никогда не приходилось говорить по-русски с теми, кого я интервьюировал и there you go. В этом случае there you go переводится как так-то или вот так вот, то есть короткое междометие, которое обозначает передачу чего-либо. Или во втором случае, представь себе ситуацию, ты занимаешься со своим младшим братом, объясняешь ему уравнения, и вдруг он начинает решать их самостоятельно, и ты выдаешь. Типа, так держать, молодец, отныне ты будешь решать эти уравнения на раз-два. То есть there you go это как какая-то поощряющая короткая фраза. Идем дальше. В этой части Влад рассказывает Окси о том, что в 4 года он уехал из Украины или с Украины. Он уехал из этой страны, и поэтому не так-то сильно понимает русский язык, на что ему Окси Мирон отвечает But you get the gist. Йоу, это одна из самых любимых фраз моей мамы, Mom High. To get a gist of something переводится как барабанная дробь. Давай, давай. Да, улавливать смысл чего-либо. Например, ты можешь сказать Я не так-то хорош в английском языке, но я все еще улавливаю суть, понимаю, о чем слова, песен The Beatles. That's pretty much how I listened to hip-hop, when I first started listening to it. I understood bits in English, but you know, most of it was slang, and that's how I learned English, actually. Oh, really? From hip-hop? Mostly, yeah. Йоу, ты это слышала? Россия! Окси Мирон говорит, что выучил английский язык, слушая рэп. Еще Wu-Tang говорил, что Wu-Tang for the kids, то есть Wu-Tang Clan для детей. Поэтому, если ты, my man, также хочешь учить английский язык по рэпу, то в конце тебя ждет ссылка на ролик по hip-hop-сленгу. И запомни, hip-hop для детей, damn it. Тут Мирон рассказывает о том, что уехал из Союза, когда ему было 9, потому что его отца пригласили на работу в Германию, и там они прожили до 15 лет. И в этом небольшом отрывке Окси дает комментарий экономической ситуации в Советском Союзе, выдавая фразу To earn – это зарабатывать, living – это жить. Все очень просто. Ты, например, можешь спросить Йоу, Окси, чем ты зарабатываешь на жизнь? Есть одна очень популярная синонимичная фраза Do for a living. Ты, красавица, можешь меня спросить Sam, what do you do for a living? И я тебе отвечу She take my money When I was in need Yeah, she's a traveling friend indeed Oh, she's a gold digger Way over town That digs for me That digs for me That digs for me But it was quite an interesting time Now looking back, you know, now being an adult, sort of reading up on it Must have been a fascinating period Because, you know, suddenly all the western stuff flooded into the country All the stuff that was forbidden for years, you know Books, films, pornography, you know, all that stuff Тут забавный момент Влад спрашивает у Окси Мирона, чем ему запомнилась перестройка И тот отвечает появлением книг, фильмов и порнографии Йоу, напиши в комментариях, чем тебе запомнились эти лихие времена Но нас тут интересует фраза Мирона Яновича, где он говорит Now being an adult and reading up on it To read up on something To read up on something – это та фраза, которой ты можешь понукать Снобов, говоря о том, что Йоу, you better read up on hip-hop And how it was invented to spread knowledge Йоу, лучше бы тебе изучить хип-хап И тот момент, что он был придуман для того, чтобы распространять знания Перед тем, как отменять концерты хаски Ага То есть to read up on something – это глубже изучить что-либо Или прочесть о нем больше информации When I was 15 again, you know, my father got a job in the UK He's a physicist, so he worked at different universities And I just followed him So in 2000 I came to England So by the age of 15 I was already an immigrant twice, if you think about it That's pretty crazy, you know Короткая вставка В возрасте 15 лет Мирон переезжает в Англию, потому что его отца пригласили на новую работу И он сам о себе говорит, что мне 15 лет и я уже дважды эмигрант Идем дальше Вот тебе короткий сказ о том, как Оксимирон попал в Оксфорд Он учился в Англии в небольшом местечке Слау, самой обычной общеобразовательной школе Там у него была учительница, которая закончила Оксфорд Заметила, что Оксимирона хорошо идет с языком, с языками и хорошо с оценками И предложила ему подать документы в два лучших вуза страны Но Влад задает ему вопрос, используя какой-то affirmative action Что такое affirmative action? Affirmative action это законопроект, который был принят Конгрессом США в 60-е годы, если я не ошибаюсь Цель которого была диффертифицировать Я не сломался, не сломался масса студентов, которые поступают в разные вузы США То есть и азиаты, чтобы там были черные и белые и все-все-все-все-все И сам Оксимирон говорит о том, что он отчасти стал преемником или бенефициаром этой идеи То есть да, он хорошо учился, но он также был эмигрантом из Советского Союза Потом в Германию, в Англию И таким образом он оказался в Оксфорде Кстати, у нас в России тоже работает affirmative action Всем моим братьям, салам, салам всем моим братьям Я рассказывал им самую историю Первый рэп-албом был в 1998 Это был 4G's The Score И это полностью изменило мою жизнь Я думаю, что это вышло в 1996, но я слышал в 1998 И с этого я уже слушаю хипоп И вообще, с того, что я был 13-14, я начал писать Мээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Сейчас без шуток, брат и сестра, я тебе очень сильно рекомендую послушать эту пластину, в которой смешался рок, блюз, соул. Короче, ты не пожалеешь. Не пожалеешь. Это был Окси Мирон и его британский английский. Подписывайся на канал, ставь лайк, если ты тоже ждешь баттла между Нойзом и Окси. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok